МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он называет себя уникальным в творчестве. Не любит снимать людей, но обожает собственные фотосессии. Сколько времени уходит, чтобы поймать нужный кадр, если жук оказался вдруг насекомый крупным планом? Сегодня в студии и я, фотограф-анималист Алексей Мехедов. Алексей, добрый вечер. Я рад тебя приветствовать сегодня здесь у нас в студии. Приветствую тебя. Рад, что ты принес работу. Мы сегодня в течение программы посмотрим. Вот зрители только что превью посмотрели. Примерно имеют представление о том, кто у меня в студии. Когда мы с тобой познакомились по телефону, ты сказал, что я единственный в области фотограф-анималист. Единственный? Ну да. Единственный. К сожалению, это не только мое мнение. Это мнение моих друзей, моих знакомых, которые знают меня. Я единственный, кто работал в таком жанре. А как к этому жанру нужно было прийти? Ты искал именно себя, если фотоискусство брать, чтобы отличиться от других? Выразительность какая-то. Ну, портрет, допустим, многие делают. Ну, конечно. Именно в этом? Или просто душа лежит, сфотографируется трекозу, к примеру? Ну, вы только что сейчас сами сказали, что портреты многие снимают. Также многие снимают и натюрморты, и пейзажи. А для того, чтобы, скажем так, найти свою стезю, надо что-то новое придумать. И я вот решил заниматься макросъемкой. Макросъемкой. То есть просто решил, или тяга была. Вот стоит Алексей, допустим, летом на улице, и смотрит, там божья коровка ползает по цветочку, и думает, ну, сложно же ее разглядеть, детали какие-то, и думает, блин, интересное такое существо, вот бы ее сейчас. Поначалу, когда не было вообще фотоаппарата, не было интереса к фотоискусству, естественно, не было интереса таким насекомым. Это уже чуть позже появилось. Когда я начал заниматься фотографией, вот, тогда появился интерес. Ну да. Ну, допустим, фотографировать, я не знаю, муравья того же самого, смотрю, сейчас мы его посмотрим, ну, крупным планом. Это не человек. Позировать он тебе не будет. Сколько времени уходит, чтобы сфотографировать так, как вот ты хотел? Сколько там кадров нужно сделать? Ой, да много кадров. Каждый насекомый ведет себя по-своему. Кто-то агрессивно относится, кто-то нет. Да, поэтому время уходит какое-то короткое время, какое-то длинное время. Поэтому я точно сказать не могу. Ну, с ними сложно. Ну, конечно. Ты ему не скажешь, эй, друг, подожди сейчас, я тут настроюсь. Ну, конечно, я такое не могу сказать, эй, друг. Ну, скажем так, я их немножко стал изучать, их поводки, поведение, и уже время у меня уже короче становится. Ну, понятно. Давайте покажем зрителям некоторые работы. Ну, они твои, Агрей, покажите. А, пожалуйста, давайте покажем. Что там у нас? Осада. Пчела это все, да? Скажем так, вот это пчела. Наверное, спасибо. Ну, и мнение человека, абсолютно в этом ничего не понимаешь, объяснишь, что здесь? Здесь, видимо, такое здесь она пыльцу собирает. У нее есть такой период, когда она собирает пыльцу с одуванчиком, скажем так, цветка, и к себе улей, наверное. Ну, ты помнишь тот момент, когда ты именно... Вот этот? Это моя первая, кстати, работа, именно в этом жанре, это моя первая. Угу. Здесь, видишь, ее нужно выразительно взять, да, как деталь. Ну, здесь, если честно, нет никаких выразительных. Так получилось? Да, просто наугад просто получилось. Ну, понятно, то есть все мы делаем наугад, да? Дальше муравей, может быть, и трудолюбивый, но ужасное в крупном виде создание. Это очень ужасное. Красивое создание. Муравей садовый, который был сфотографирован на даче. А так его нужно смотреть? Да, он вот так. Это стебелек, получается, и вот он. Угу. Понятно. Тут кто у нас? Шершень? Это не шершень, это пчела. Крылья где там? Крылья вот там. То есть ты выходишь на, вот, именно на, на фотографировать, как на охоту, по большому счету? Ну, да. Да, конечно. Это фотоохота. По-другому не назовешь, да? Ну, да. Но там спрятаны где-то у нас портреты, что ли, да, у тебя еще есть. Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот, охарактеризуй, кстати, знакомое лицо. Знакомое лицо? Фотография тоже, да? Нет, это мой брат. Брат? Да, это я его фотографировал, это был. Это еще, кстати, было сделано, когда я еще учился в фотошколе. Вот, я просто, когда учился в фотошколе, было, дано задание, сфотографировать портреты. И я вот. Ну, неплохо же получилось. Ну, конечно же интересно. Вот ты сказал мне в личной беседе, что, а вот не люблю я портреты. Да, я портреты, да не люблю я портреты, потому что люди немножко, я очень большое количество времени вижу людей, поэтому я не снимаю портреты. Они не очень интересны. А тебя когда-нибудь снимали? Конечно, я люблю фотографироваться. Ну, интересный такой, да, ребят? Посмотрите, людей он не любит снимать, я их часто вижу, а сам с собой любит любоваться. Ну? Ну, а как по-другому-то? Это данность, да? А к биографии немножко как-то пройдем. Мы уже назвали твой возраст, 26 лет. Ну, а, собственно, да, профессия твоя, которая, возможно, и, вероятнее всего, приносит тебе доход, это сварочное дело. Ты сварщик? Да. И как? Как? Это твоя основная профессия? Да, это основная профессия, потому что, ну, надо что-то делать, надо же зарабатывать чем-то. Вот, поэтому работаю по своей профессии. Нравится? Ну, да. Это очень хорошая, на самом деле, профессия, потому что благодаря ей немножко уже стал раскрываться по-другому. Взгляды другие стали. В каком плане? В плане творчества и уже по-другому уже смотришь. Как бы ты со временем растешь, мировоззреешь и уже немножко взгляды... Меняются. Да. А с чего вдруг выбрал именно сварочное дело? Некуда пойти было и больше было? Почему? Творчество в тебе заложено ведь? Заложено ведь. Не пошел, я не знаю, вот у нас сколько раз здесь в студии сидели, я там закончила, ну, там, институт художественного искусства, там какие-то академии, все остальное, а ты пошел сварщик. А это родителям, надо сказать. Они тебе туда? Да, я закончил школу, и вообще я по своей профессии не хотел идти, я не знал вообще, что это такое сварочное дело вообще, я не хотел вообще идти на эту профессию. И у меня, как вы сказали, у меня заложены данные художественные, вот я хотел пойти, не знаю, куда-нибудь в творческой среде, режиссером там или оператором. Вот, и закончил 9 классов, и надо было куда-то идти, и родители посоветовали идти на эту профессию. Ну, я представляю, как тебе посоветовали, сказали, иди. Сказали, иди, основу эту профессию. Да, мужиком будешь. Да, примерно так же. Потому что у меня здесь-то написано тебе, друг мой, понятно, что там насекомых ты фотографируешь, твои предки, монахи, иконописцы. Конечно. Вот, этим ты гордишься, и слава богу, это твоя история, история вашего рода. Но ведь тебе-то тоже этот талант передан через поколение, расскажи по секрету нашим зрителям, ведь ты тоже попробовал записать иконы. Да, я пробовал, на самом деле. Так как были предки монахи и иконописцы, по-генетически мне это передалось, и я решил попробовать. Это был период небольшой. До сварки, до сварщика. Да, это еще в школе я учился, это даже фотографией не занимался. Вот, и я решил попробовать, что это такое. Вроде неплохо получалось. Надо было все-таки идти дальше. Надо было идти дальше. Да. Но там как у тебя получилось? Ты написал одну икону, отнес ее... Нет, дело было по-другому. Подарил ее, насколько я помню. Да, это чуть позже подарил. Я ходил в пришкольный кружок изобразительного искусства. Я очень хорошо рисовал, лучше всех, наверное, в школе. Вот, и я просто на одном из кружков нарисовал, вот, вон, просто на таком бумаге, обычном альбомном. Вот, и учитель просто посоветовал мне идти туда. Вот, я пришел... Туда, куда? В собор. Она говорит, идите туда, там тебя научат. Вот, я пришел туда, показал, и уже потом, чуть позже, я уже подарил эту икону. А, вот именно ту, которая на обычном альбомном листе, да? Да, да. А образ ты выбрал кого? Ой, я точно не помню. Ну, ты даешь, подарил и не помню. Я уже не помню. Ты срисовался какой-то, видимо, да, икону? Ну, видимо, да. Может, они думают, там фантазия у тебя включилась? Нет, конечно, нет. Ясно, все. Ну, там воскресная школа у тебя еще была? Да, воскресная школа. Это потом меня уже... А после этого меня взяли в воскресную школу. И там чем ты занимался? Ой, там занимался я хором церковным. Я пил в церковном хоре. Литературу изучал. Специализированную, в которой они специализируются. Интересное время? Ну, да. Это очень интересное время. А в церковном хоре сложно петь? Да, очень сложно. Особенно петь голосом, басом, еще и сломанным. Это очень тяжело. Мы попробуем сегодня? Мы не попробуем, потому что я не смогу это сделать. Ну, что... Я вот честно скажу, очень сложно понять, когда в соборах, в церквях поют. Что поют? Молитвы же? А песнопение поют? Песнопение. Ну, для того, чтобы ее петь, нужно ее выучить. А там же они всегда стоят с подскачек, нет? Это взрослые, а дети учат наизусть. Нет, все-таки, ну, для нас можно что-то там пел. Ты же надо выучить. Видимо, что-то выучил. Не забыл? Я все уже позабывал, уже. Я уже точно не помню, что... Тебе 26 лет, боже мой, а что дальше-то будет, все позабывал. Ну, в любом случае, да, вот ходил-ходил, но вот и все, и дальше жизнь закрутилась, потом школа закончилась, нужно было куда-то поступать. Я правильно понимаю? Ну, да, там уже экзамены, школа закончилась. А вот друзей сегодня ты можешь похвастаться, что их у тебя много? Да, у меня очень много друзей. Один из самых таких, ваш коллег, кстати, Александр Вервекин. Такой специфичный, он меня помогает. Кстати, он у меня и, собственно говоря, я организовал первый выстав. Вервекин. А самому бы тебе сложнее было? Да, самому это сложно, когда у тебя нету человека, который будет тебя продвигать, это очень тяжело. Но опять же, чтобы организовать выставку, что нужно для этого? Ну, распечатать свои работы. Не просто распечатать, а нужно состоять в члены какой-то организации. Обязательно. Так тебе не выставят. Просто с улицы не возьмут же человек. Вот, приди. Все так не будет. Ну, а что, принес вот эту... Пчелу эту. Говорю, что смотрите, какое произведение искусства. Ну-ка, давайте. И после этого тебе возьмут... Нет, да? Нет, конечно. А для этого ты стал членом ПАВГЕО, да, насколько я понимаю? А оттуда же у тебя это все пошло? А вот эта вот выставка у тебя была, если додуматься так переделать... Если Жук оказался вдруг. Если Жук оказался вдруг, да? Да. Ну. Где выставил? Здесь? Да, это было Павлодаре. Это первая моя выставка 2016 года. Областная библиотека. Там была первая выставка. Галерея Ивна. А как можно раскрутить выставку для того, чтобы... Приятный же автор, чтобы... А к нему, что люди? Чтобы смотрели, восхищались. Даже хотя бы в момент открытия. Как процесс проходит? Ну, открыл и открыл. Ну... Людей много было? Конечно, много людей. Там открыл. Понимаешь, там атмосфера там другая. Когда вот ты стоишь, и люди стоят на тебя смотрят. Смотрят твои работы. Там абсолютно другая атмосфера. Фотографируются с тобой. Сфотографируются, берут автографы. Это атмосфера. Звезду себя считаешь, нет? В своем жанре, я не знаю, или в принципе. Нет. Я не считаю себя. Так вот о дружбе. Я спросил тебя, ты назвал основного своего друга. Александра Вервекина, как думаешь, какие качества он в тебе ценит? Он ценит меня в том, что я занимаюсь макросъемкой. Вот из-за этого? Ну, наверное, из-за этого. Мы его уже записали. Давайте посмотрим, что Александр сказал тебе. Давайте посмотрим. Увлеченных людей не так-то много. И вот Алексей все-таки относится к ним. Я понимаю, что это очень большой труд. Это тяжело снимать. Никто из тех, кто попадает в его объектив, не ждет, когда он сделает снимок. У всех насекомых свои планы, своя жизнь. Но он успевает это сделать. И, конечно, ему помогает этот талант, который был бы бесполезен, еще раз говорю, без трудолюбия, без целеустремленности. Вот, посмотрели. Александр, он всегда красиво говорит. Ой, да. Да, я больше чем уверен, он еще и не соврал и ничего не приукрасил. А вот смотри, Алексей, чтобы снимать вот особенно насекомых, я лично так понимаю, глядя, опять же, то, что у меня передо мной лежит, то же самое пчелу. Здесь, вероятнее всего, нужна какая-то определенная аппаратура. Вот. Или взял, я не знаю, там, на сотку и получилось. На что снимаешь? Потому что у меня в сценарии написано, что ты пользуешься или пользовался обычным советским объективом. Ну, чтобы делать что-то подобное, особо технику дорогую не надо. Можно достаточно фотографировать смартфоном. Последние смартфоны дают очень хорошее качество, поэтому можно снимать без фотоаппарата. Но я снимаю вот на вот этот фотоаппарат. Ну, покажи. Вот это что-то. Вот этот фотоаппарат. Вот этот фотоаппарат. Обычный фотоаппарат, бюджетный будем говорить, да. Здесь советский объектив, советская оптика, но хорошая оптика. Неплохо делали в Советском Союзе? Да, была одна из лучших. То есть тебе не надо гоняться, да, заказывать какую-то из-за рубежа или тратить вешенные деньги? Нет, конечно, а зачем? Вот сколько вот это все тебе обошлось в богатство? Вот это все бесплатно. Ну, а если бы за деньги, что, подарили что-нибудь? Да, это было все подарочное. Ну, а если бы вложиться? Ну, если вложиться, ну, тысячество, наверное, войдет. Ну, то есть, в принципе, да? Ну, нормально, приемлемое. В принципе, приемлемое. Так вот, кроме, если жук оказался вдруг, что еще у нас там? Удивительные, рядом. Тоже есть. А выездные какие-то за пределами города Павлодара? За пределами города Павлодара была выставка у меня в Астане в 2019 году в нашей столице. Конечно же. Там не было никакого названия выставки, а просто макрофотографии. Именно твоя персональная? Персональная выставка, да. Там в честь какого-то события? Там не в честь просто по приглашению наших коллег, казах-деографии. Меня опять-таки Саша прорекламировал, и они заинтересовались и пригласили организовать выставку. А как все прошло? Замечательно очень хорошо. Очень хорошо. Я не знал, что атмосфера такая будет. Но там только насекомые. Там, да. А вот кроме удовольствия ничего больше от этого не получаешь? Финансовое? Финансовое нет. К сожалению, нет. А возможно? Ну, наверное, возможно. Ну, в смысле, наверное, как-то на этом зарабатывают. Зарабатывают только те, кто организовывает эту выставку. За счет билетов? За счет билетов, да. А автор ничего не зарабатывает. А автор сфотографировались еще. Да, сфотографировались. Все, спасибо. Повезло, если вдруг кому автограф понадобился. Нам нужен бюджет. До свидания, собирайте. Сколько на этой выставке, допустим, находится? Сколько она открыта? Ну, в каждой организации по-разному. От двух недель до месяца. Дальше экспозицию закрывают. Ясно. Ну, вот смотри, мы с тобой уже побеседовали. Ты достаточно амбициозный человек, мне показался. Человек с такой серьезной профессией. Сварщик, которая почему-то, как ты считаешь, тебя раскрыла с какой-то стороны. Дай бог она раскрыла тебя и с творческой тоже. Занимаешься ты необычным делом насекомых. Как я понимаю, никто у нас в регионе не фотографирует так, чтобы вот эту вот пчелу или осу взять и на выставку поставить. Да, я единственный. И вот я думал, какие же вопросы Алексей тебе задать касательно профессии? Думаю, ну, сварщика, что мы сейчас, сварочные швы какие-то будем обсуждать, что ли? Ну, конечно же нет. Конечно нет. Про фотографию не хочу спрашивать. И подумал я, подумал, и будем говорить с тобой о насекомых. Ты готов ответить на вопросы, просветить наших зрителей, а может быть и просветиться самым? Ну, в принципе, да, давайте попробуем. Так вот, фотографировал ли ты когда-нибудь пауков паукообразных? Постоянно их фотографируем. Тогда я тебя спрошу, сколько пар конечностей у паукообразных? Пар конечностей, по-моему, если кажется, шесть. Шесть или восемь? Не или. Я считаю, что... Ну, там точно, абсолютно четное число. Паукообразные имеют шесть пар конечностей, четыре из которых ходильные ноги. Ну, я же сказал, что от шести до восемь. Подгадали. А сколько глаз у пчелы? У пчелы? Здесь где она там у тебя, эта пчела? Где-где она? Вот она, и вот она, можно вот это показать. Ну, давайте смотреть. Ну, здесь, если посмотреть, да. Ну, два, ну, как бы перед правой и левой. Ну, два, а правый и левый, тебе кажется? Ну, а там же еще такие ячейками идет, поэтому, не знаю, наверное, 300, наверное. У нас есть абсолютно правильный, научно обоснованный человек, который изучал этих насекомых. Итак, вопрос звучал. Сколько глаз у пчелы? На голове расположены два больших сложных и три простых глаза. Сложные глаза состоят из большого количества фасеток и расположены по бокам головы, а простые на темени. То есть она глазастая, это безумие просто. Ну, то, что вы мне сказали, я первый раз слышал. Ага, вот я как-то смотрел какие-то иностранные по насекомых, а животы программы, и вот когда показывают, как она летит, у нее обзор вот просто вот невероятный. А, видимо, благодаря тому, что, ну, представь, тебе столько глаз. Это же было просто ужасно. Ужасно. Третий вопрос. Самая быстрая насекомая на планете? Самая быстрая? Ой, ну, это, видимо, кто-то из бабочек, наверное, скорее всего. Вообще, наука и доказана, это не бабочка абсолютно, но самая быстрая насекомая на планете признан американский таракан. У него там скорость просто нечеловеческая. Но я так влекся, когда их скорость устал, изучать их скорость, я хочу и тебя просветить, и наших зрителей, сколько вообще они километров в час могут намотать. Итак, знаешь ли такое насекомое, как водомерки? Водомерки, да, я их... Четыре километра в час. Тараканы в среднем пять и четыре километра в час могут пробежать. Блоха шесть и девять километров в час. Представь, догони, попробуй. Я представляю. Жук-скакун, семь и два километра в час. Саранча. Как думаешь, сколько саранча? Саранча, ну, наверное, два километра. Ноль добавь. Ноль-два. А, 20 километров. Саранча, 20 километров в час. Шершень, 25 километров в час. Браженки, 54 километра в час. Слепни, 60 километров в час могут намотать пчелы, вот которых ты фотографируешь, за которыми следить и следить нужно. 65 километров в час и 10-е с 3 коза. Как думаешь, сколько километров в час она может пролететь? 20 или 25? 25, кажется. 95 километров. А, 95 километров. Вот, это необычно, и памятник поставить тому человеку, который просто-напросто следил, сколько скоростей. Это надо же, да, стоять и замерять, сколько скоростей. Вот поэтому я в самом начале, Алексей, и спрашивал тебя о том, сложно ли фотографировать насекомое, потому что оно безумно подвижное, оно никогда тебе не будет позировать, ты никогда не станешь ему симпатичным. Вероятнее всего, они человека как воспринимают? Ну, по-разному. Как опасность? Бывает, как опасность, могут наброситься, смотря, куда ты попал. В какой месте? Набрасывались? На меня? Да, было дело. Куда? Оса или пчела укусила? Не одна, а много. Поэтому пришлось, конечно, убегать. Правда, они прям агрессивно относятся, когда их начинаешь фотографировать. Особенно, когда они у себя в гнезде. У тебя не получилось снимка такой, как селфи, где ты перепуган и сырой? Нет, конечно, какое селфи, там убегать надо было, потому что там штук 20, наверное, вылетели и за тобой бегут. Но они бежать не могут, летят, наверное, да? Ну да. Но ты говоришь, что вылетели и бегут за тобой, бежал, ты, вероятно, и все в этот момент. И последняя порция вопросов, личная. У тебя, ты говоришь, мама, папа, они обычные люди, родители не бывают обычными, на самом деле они великие, только потому что они наши родители. Но в творчестве они никак себя не раскрыли, ты вот такой вот сам по себе. Ну да. А братья и сестры? Ну, брат занимался фотографиями, собственно говоря, чуть-чуть. Вот этот, который ты сфотографировал. Да, вот этот. Чуть-чуть я взял от него, как он раньше меня фотографировал, он и меня фотографировал, и чуть-чуть я взял у него фотографии. А во всем остальном я единственный. Я самородок. Не слишком ли? Не слишком себя преувеличиваю. Ну, конечно. Ну, нет. Я такой есть. А семья, личная семья, своя семья? У меня пока нет. Я холост, не жена. А что? Пока не хочу, надо себя продвинуть. А популярностью пользуешься среди девушек? Среди, ну, да, чуть-чуть. Чуть-чуть, а все глаза в пол скромные, что ли? Ну, конечно. Ну, так ты никого себе не найдешь. На заводе же работаешь, на заводе, да? Да. Ну, скажи, что там у тебя, крановщицы есть? Крановщицы нет. Я абсолютно работаю в морской бригаде, какая-то, конечно. А, ну, там ты никого себе не найдешь. Ну, конечно. Какой ты видишь свою вторую половину? Какой она должна быть? А личным уже? Ну, не знаю. Наверное, такая, как я, которая увлекается искусством или каким-то другим хобби. Чтобы вместе выйти в выходной и пойти фотографировать стрекоз? Да, конечно. Чтобы был какой-то единый интерес. Но пока у тебя это не первостепенная задача. Да. Пока я думаю об этом. Ну, спасибо тебе за это. За то, что пришел в первую очередь. Ну, интересные работы, на самом деле, получаются. И пусть выставок будет больше. Творчество развивается. И, наверное, все-таки спасибо друзьям твоим, которые помогают. Ну, конечно. Благодаря им о тебе можно узнать. И благодаря твоей работе, может быть, твоим работам, может быть, кто-то сегодня вдруг подумает. Интересное увлечение. И ты будешь потом уже не один в Павлодарской области с этим хобби. Доброй тебе ночи. Спасибо, что сегодня нашел время. До свидания. До свидания. И у меня на сегодня все. С вами был Тимофей Горьев. Встретимся в следующую субботу на телеканале Ирбис. Всего доброго. Субботу на телеканале Ирбис. Субботу на телеканале Ирбис.